Мисс Уиллер! Мисс Уиллер! Мэриан Уиллер только что закончила плановый осмотр SCP-8473 и собирается выйти покурить. За дверями камеры содержания SCP-8473 к ней кто-то подбегает. Уиллер узнает доктора Элли Морена, которая вступила в отдел антимеметики всего полгода назад и сейчас проходит стажировку в экспедиционных исследованиях. Доктор Морена, чем могу помочь? Морена нервно переплетает пальцы. Она выше Уиллер на целую голову и вдвое моложе. Волосы взъерошены, на глазах толстенные очки. Ей не хватает опыта, но ума ей не занимать, и она очень быстро учится. Через год она станет одной из лучших в отделе, если не в истории отдела. И Уиллер ждет этого с нетерпением. Компетентные люди нравятся ей едва ли не больше всего другого. Но пауза затягивается, и день обретения компетентности кажется далеким. Доктор Морена, обычно я ожидаю от своих сотрудников более быстрого перехода к делу. Там, в лесу за зоной, есть глыба, выпаливает Морена. Монументальная. Она как небоскреб, заслоняет солнце. Вы в курсе, о чем я говорю? Да. Но я никогда раньше ее не видела. Я не понимаю, как так может быть, что я ее не видела? Тень от глыбы накрывает всю зону. В смысле, она всегда там была? Да. Это из-за того, что сегодня утром вы приняли свою первую ежедневную дозу мнестиков для оперативной работы? Да. Морена кажется встревоженной. Оно так и устроено? Такая громадина может быть на самом виду, а мы просто ее не увидим? Уиллер глядит на часы и переставляет в уме расписание на день. Продлить перекур до конца обеда. Плановый осмотр SCP-3125 произвести в срок. Списки на повышение посмотреть после спортзала, а не до. Поужинать? Такими темпами не придется. Морена душит незаданные вопросы, но в конце концов один из них вырывается наружу. Что же это такое? Уиллер делает жест влево, вдоль коридора, указывая, что сейчас она пойдет туда, и Морена следует пойти с ней. Я покажу. По базе объект проходит как SCP-9429. Морена эту карточку не читала, поскольку не имеет допуска. Это цельный монолит темного базальта, размером 91 на 91 на 147 метров, с вертикальными гранями. Он стоит под небольшим углом и слегка наклонен в сторону севера. Ровные углы четко указывают на то, что камень рукотворный и был когда-то вырезан. Он возвышается над лесом к востоку от зоны 41, и если посмотреть из окна главного корпуса, его высотное преимущество почти абсолютно. По объему он гораздо больше самой зоны, даже с учетом подземных помещений. Он доминирует и подавляет. Его абсолютно невозможно проглядеть. Мысль о том, что можно в течение сколько-либо долгого времени не замечать эту глыбу, изрядно выбивает из равновесия, и Уиллер это признает. Уиллер ведет Морена по короткой лесной тропинке в сторону камня, потом направо, под его тень, огибая периметр глыбы. На улице Моросит дождь капает сверху монолита и с веток хвойных деревьев, которые растут поблизости. Дождь создает постоянный белый шум, приглушая прочие звуки. Его окружает слабый антимиметический эффект, объясняет Уиллер, ведя Морена по тропинке. Для большинства людей он по сути невидим. Уверена, вы взбирались на некоторые здешние холмы, с них камень тоже должен был быть четко виден. Но вы смотрели куда угодно, но не на него. Это в порядке вещей. Есть связанный с этим эффект, который вычищает воспоминания у тех, кто отдаляется от камня, посетив его. Этот эффект гораздо сильнее. Пересилит и ваш набор мнестиков, и мой. То есть, мы все это забудем? Уиллер в ответ демонстрирует потертый блокнотик и дешевую синюю ручку. Морена понимает, у нее с собой тоже есть блокнот и ручка. Подавление информации дело тонкое. Иногда из области, в которой подавляются воспоминания, цифровые данные, радиосигналы и даже слышимый звук, может выбраться простая записка. Многие оперативники отдела антимиметики держат при себе не только табельные телефоны-кирпичики, но и кассетные диктофоны, ноутбуки, рации, полароиды. Хотя Морена не ожидала, что сегодня ей понадобится что-нибудь такое. Конечно. Продолжает Уиллер. Один из побочных эффектов заключается в том, что я не точно помню дорогу. Думаю, можно было бы поставить указатели, но почему-то их пока так и не поставили. Сами понимаете, не из-за антимиметических свойств. Банальная лень. А вот и путь наверх. В грани камня виден проход. По сути, это не проход, а невероятно глубокая борозда, идущая отверху глыбы к ее основанию. Видны ступеньки и кусочек закрытого облаками неба над ними. Уиллер начинает подниматься, Морена идет следом. Несколько минут они идут молча. Морена время от времени останавливается, делает запись другую, сутули снять блокнотом, чтобы прикрыть его от дождя. А потом догоняет Уиллер, который шагает целенаправленно и безразлично. Морена теряет было счет ступенькам, как вскоре борозда сворачивает налево и под прямым углом идет дальше вверх. Уиллер останавливается, глядя на Морена сверху вниз, и решает устроить Блиц-опрос. «Что успели понять?» «Что это за место?» Спрашивает Морена. «Вы мне скажите». Морена медленно не понимая, к чему Уиллер завела этот разговор. «Ладно. С геологической точки зрения этому камню здесь не место. Поначалу я думала, что раньше здесь была гора, которую люди обтесали до такой формы. Но сам камень неправильный. Отличается от того, что бывает здесь в горах и холмах. Чтобы найти похожий базальт, надо проехать километров пятьсот, как минимум. «Следовательно, его где-то выкопали, возможно, обтесали на месте и доставили сюда». Уиллер ничего не говорит, но по ее виду ясно, что Морена на правильном пути. «А это невозможно», — продолжает та. «Камень монолитный. Судя по размерам и плотности, масса должна быть за три миллиона тонн. В нынешнем виде после обтесывания. А это невыполнимо. Человеческая цивилизация не в состоянии перемещать предметы такого размера, не деля их на части. Нет такой технологии». «Верно». «Так как он сюда попал?» «Хороший вопрос». Морена выжидает. У нее нет ответа на этот вопрос, так что она ждет, пока Уиллер даст ей этот ответ. Но та не отвечает. «Что еще?» «Он покрыт гравировкой», — говорит Морена, показывая на стены длинного пролета. «С помощью инструментов. И я заметила, что внешние грани тоже ею покрыты. Сильно сказалась эрозия, но местами под налетом биологической гадости виден очень четкий повторяющийся узор. Вот, как здесь, видите? Крохотные вертикальные прямоугольники. Как прямоугольный курсор на старом компьютерном терминале». «Или как символ надгробия в типографии», — предлагает Уиллер. Это заставляет Морена сморгнуть. «Да, узор равномерный. Работа очень тонкая, для этого нужны весьма качественные инструменты, даже по современным меркам. Думаю, узор должен был покрывать всю внешнюю поверхность камня. А если это так, то с такими крохотными блоками и таким громадным камнем их изначально должно было быть несколько сотен миллионов». «Верно. Что-нибудь еще?» Морена на минуту задумывается. Она поднимает голову, глядит на дождь и проникает с атмосферы, исходящей от камня. Хотя ей кажется, ему побольше подошло название «памятник». Одиночество, безмолвие, запустение, благоговение, внушительность и немного страха. Хотя, несмотря на пугающую атмосферу, она не чувствует опасности, не ощущает угроз. «Мы считали себя культурой, которая многого достигла». Уиллер слышит эту фразу, но не спешит уточнять. Судя по ее виду, она довольна ответом. Она разворачивается и продолжает шагать вверх. Морена следует за ней. Проход делает еще несколько поворотов, образуя неровную ломаную линию. Морена больше не делает записей. К тому моменту, когда они добираются до верха, ее колени уже готовы взорваться. Моргая, они выходят на свет, на слегка скошенное плато, омываемое дождем и обдуваемое ветрами. Верхняя грань монолита тоже покрыта крохотными значками надгробиями. До краев камня довольно далеко, но они никак не отмечены. Темно-серая поверхность просто обрывается. Горизонта за ней не видно. От этого у Морена кружится голова, особенно с учетом того, что поверхность наклонена в одну сторону, а покрытый значками базальт стал скользким от дождя и намокает все сильнее. По близости под навесом сгрудились массивные модули фондовского научного оборудования во всепогодном исполнении. Стоит стол. На нем видавший вид терминал. Сейчас он выключен. Чуть подальше – дизельный генератор. Уиллер не глядит на оборудование и направляется в другую сторону, не глядя на Морена. Она смотрит на небо и поигрывает с зажигалкой, хотя ничего и не пытается зажечь. На самом деле зажигалка – крохотная пропановая горелка для поджига газовых плит. Предсмертный подарок матери. Уиллер этого уже не помнит. Морена некоторое время ждет, прижимает руки к груди, пытаясь согреться и постепенно промокает. Она не идет под навес, потому что туда не пошла Уиллер. Она чувствует, что сейчас что-то произойдет. Обычно Уиллер ведет себя уравновешенно и не выдает своих эмоций, но сейчас она кажется настороженной. Даже немного на взводе. Уиллер пристально глядит на огонек зажигалки и избегает смотреть Морена в глаза, как будто не хочет переходить к следующему пункту повестки дня. Что бы это могло быть? Вводная лекция? Инициация? Неуставщина? И что она там говорила насчет перехода к сути вопроса? Это памятник, заявляет Морена. Хм. Уиллер щелчком закрывает зажигалку и отправляет ее в карман. Морена удалось произвести на нее впечатление, хотя и не слишком сильная. Правильно. Хотя, конечно, я это сказала почти открытым текстом, когда упомянула надгробие. Сколько на свете было антимеметических войн? Теперь ее проняло. Блин. Хотела, называется, понагнетать. Тебе кто-то сказал? Читала карточку? Мм. Нет. Серьезно, я никогда раньше не видела этого места. Отвечает Морена, старательно разглядывая носки своей обуви. Просто старалась догадаться. У тебя пристыженный вид. Тебе стыдно, что ты дошла до верного ответа на полчаса раньше, чем я ожидала и тем выставила меня в дурном свете, так? Элли, посмотри на меня. Та смотрит. Продолжай действовать с той же эффективностью. Не сбавляй темпа ни ради меня, ни ради кого другого. Это важно. А расскажете мне, зачем мы здесь? Спрашивает Морена, надеясь, что больше об этом спрашивать не придется. А в ее мозгу набирает обороты смертельная цепь логических построений. Проблема в том, что все до единого люди на свете, которым доступны качественные амнестики, работают здесь и под моим началом. А в отделе отчаянно не хватает людей. Если считать нас двоих, то в отделе 40 человек. А 40 пар глаз это слишком мало. За всем миром не уследить. Та его доля, на которую люди даже толком не посмотрели, возмутительно высока. А это создает невероятные помехи для всех видов антимиметических исследований. Антимиметическая биология, антимиметическая палеонтология, антимиметическая космология, антимиметическая археология. Эти дисциплины все до одной практически не развиты. Они буксуют. Но все же мы видели города этой культуры. Один или два сохранились. Нам просто фортануло их найти. Исследователь отдела уходит в отпуск, едет по Неваде, пока дозы еще действуют. Видит что-то на горизонте. Такого сорта везения. Города лежат в руинах и покрыты сильным антимиметическим воздействием, из-за которого даже нам почти невозможно их изучить. Простые и крупные вещи, вроде этого камня, сохранились лучше. Но даже так, мы считаем, что этот камень – одна из последних вещей, которые они сделали, прежде чем кануть в лету. Это были люди. Вероятно, гораздо более продвинутые в технологическом плане, чем мы. Они жили десятки тысяч лет назад. Если не сотни. Нельзя сказать наверняка. Сложно понять, что же на самом деле с ними произошло. Потому что весь их культурный мемокомплекс был необратимо поражен. Их фундаментальные культурные концепции, все то, что они творили, что ценили и отстаивали, больше нельзя узнать и нельзя распространить. Мы считаем, что в их культуру пробралась идея, от которой у них не было адаптационных механизмов защиты. Комплекс идей. Мимоплектический сценарий конца света класса Кедр. Уиллер берет паузу, и некоторое время слышен только стук капель дождя. И... И мы просто забыли? Все остальные? Те, кто пережил войну и образовал современное человечество, вы, я, все прочие... Что, просто отвели взгляд? Отошли в сторонку и стали жить дальше? Да. Морена теряет равновесие, на короткое время поддавшись приступу головокружения. Умерли сотни миллионов людей, а мы просто забыли? Это вы мне хотели показать. Может, не это в блокнот записать? Да. Запиши. Это первое, что ты выучила сегодня. Люди способны забыть что угодно. Кое-что забыть нормально. Мы все же смертные и не безграничные. Но некоторые вещи необходимо помнить. Важно, чтобы мы помнили. Запиши себе что-нибудь такое, чтобы это заставило тебя вспомнить. Морена кивает. Дождь поливает вовсю, так что она уходит под навес и кладет блокнот на стол. Несколько капель все равно попадают на страницы. Какое-то время она быстро и сосредоточенно пишет. Получается спешный и недоделанный набросок. Некоторые части оказываются перечеркнуты. Морена гадает, как отреагирует, впервые прочитав этот текст. Через некоторое время к ней под навес заходит Уиллер. Глядя на записи, Морена спрашивает ее, словно и не знает ответ заранее. А что во-вторых? Возможно, что в их культуре был эквивалент нашего фонда. У них мог быть и свой отдел антимеметики. Если так, то их фонд и их отдел антимеметики не справились с задачей. Реальность большая. Фонд тоже большой. Кеттеров полно, сценариев класса Кеттер тоже. Может оказаться, что конец света будет заботой уже другого отдела. И да, мы наняли тебя в немалой степени ради обычных исследований. Работа в лаборатории. Безопаснее не бывает. И да, прошли уже тысячи лет и может статься еще тысячи лет у нас впереди. А может у нас их нет. Может оказаться, что эта задача ляжет на нас. Отвечая на твой первый вопрос, об одной антимеметической войне нам точно известно. Могут быть и другие, о которых нам неизвестно. А еще одна, безусловно, надвигается. Морена не отвечает. Кажется, что она в смятении и пала духом. Совершенно оправданная реакция. Уиллер с ней знакома. И вправду, это часть вводного курса для каждого нового оперативника отдела антимеметики. С масштабом ответственности нелегко справиться. Так и должно быть. Добро пожаловать в отдел антимеметики. Сегодня твой первый день. Морена пишет еще какое-то время. Уиллер молча ждет. Дождь все льет и льет. Но что это было? Что за идея? SCP-9429-A Мимокомплекс мы выделили в 70-х годах. Плита с ним лежит в камере Вегас. Второй подуровень. Сейчас он почти безвреден. Он настолько чушь современным людям культурно, что его почти невозможно разобрать. Считай, как египетские иероглифы. Будет время, покажу. Я умею читать египетские иероглифы. Хотите сказать, он не может вернуться? В таком виде маловероятно. Морена указывает куда-то вдаль, в небо. Уиллер смотрит. Там ничего нет. Просто дождь и сплошные облака. Что ты видишь? Под сильными дозами мнестиков некоторые говорят, что видят тут призраков. Даже есть предположительные записи бесед. Мне кажется, сомнительные достоверности. На призрака не похоже. Выглядит как отощавший кайдзю. Монстр. Колонна из пауков. Выше этого камня. Как минимум раза в два. Он идет сюда. Это нормально? Нет. Просчитывает варианты Уиллер. Что это такое? Не знаю. Это не для того, чтобы новичка еще помучить? Элли, нет. Честное слово, я никогда не стану тебе врать. Вероятность того, что сущность такой величины, скрытая антимеметическим камуфляжем, будет благонамеренной, практически равна нулю. Нужна подмога. Уиллер смотрит на телефон. Тот вне зоны действия. Проверять телефон Морена бесполезно. Это уже понятно. Единственный вариант донести информацию за пределы камня в письменном виде. Запустить с края в лес бумажный самолетик? Оно... наклоняется. По-моему, оно смотрит на меня. Говорит Морена, постепенно опуская направленный в небо взгляд. В струях дождя даже нет никакого пробела, который Уиллер могла бы разглядеть. У него громадная голова, метров десять в поперечнике. На ней членистые ножки и хватательные конечности. Повсюду десятки глаз, некоторые ослеплены. Кто-то едет на нем верхом. Что? Опиши всадника. Мужчина. Европеоид. Возрастом чуть больше двадцати лет. Худой. Джинсы, кроссовки, грязные каштановые волосы, давно не стрижен. Есть пулевые ранения. Он истекает кровью, но, похоже, не замечает. Ранен в печени, в горло, чуть выше ключицы. Улыбается. Он... Он говорит... Нет, этого никогда не было. Долю секунды Уиллер гадает, что это за раны. Детали образа для пущего устрашения, или же у мужчины есть какая-то настолько мощная антимиметическая сила, чтобы игнорировать смертельные раны. И если второе, то кто нанес ему эти раны? Но есть и более срочные вопросы. Он тебя видит? Да. Он меня видит? Слышит? Морена стоит как вкопанная, и на ее лице появляется выражение неподдельного страха. Он хочет узнать, с кем я разговариваю. Не говори ему. Даже не смотри на меня. Информация о нас не поступает к нему, поняла? Уиллер вытаскивает рацию, включает маяк аварийного вещания и изо всех сил швыряет его в сторону главного здания с зоны 41. Если повезет, рация упадет в лесу за пределами зоны подавления SCP-9429, не разобьется и вызовет на помощь мобильную опергруппу. Спроси, кто он такой. Морена стоит не шевелясь, вытянув руки по швам. Кто ты такой? Он говорит... Говорит, что он почти закончил. Говорит, что убьет меня. Хрен там. Элли, слушай. Сейчас делаем ноги. Обратно по лестнице. Если доберемся до периметра камня, он вычистит нам память. Не могу пошевелиться. Уиллер дергает Морена за руку. С места не сдвинуть. Переставляй ноги. Он... Оно меня держит. Глаза Морена стекленеют, дыхание учащается. Уиллер пытается анализировать ситуацию отстраненно. Не увидеть, не потрогать паучьи лапы нельзя. Туда же гигантское лицо, от которого Морена не может отвести взгляд. Туда же всадник. Но она доверяет Морена в том, что они настоящие. В каком-то смысле этого слова. Мэриан хлопает рукой по бедру. Конечно же, пистолета с собой нет. Безопасный объект в зоне для безопасных. С чего бы ей быть при оружии? Хотя, если этот мифический всадник плевать хотел на пулевые ранения, пистолет бы не помог. Вариантов слишком мало. Очень хочется выругаться, и Уиллер прикусывает язык. Элли, не смотри на него! На меня смотри! Не могу! Ты сильнее. Не сильнее. Лучше тебя у нас никого нет. Я это не выдумываю. Ты эту штуку видишь, когда никто не видел. А значит, ты умнее и сильнее. Можешь с ней бороться. Вспомни тренировки по вторжению. Оно так сильно нас ненавидит. Через это мысли не пробиваются. Ничего не вижу. Пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Уиллер отправляет ее в нокаут. Она заходит Морено за спину, хватает рукой за плечо для устойчивости и бьет кулаком за ухо. Ноги Морено подгибаются, она падает на колени лицом вперед. Уиллер едва успевает ее поймать, не дает ей удариться головой о камень. Но удар был недостаточно сильный. Морено потеряла сознание только на секунду. Она приходит в сознание и дергается. Это похоже на пробуждение от кошмара навстречу другому кошмару. Она сжимает руку Уиллер. Она не в силах закричать. Ее сердце перестает биться. Уиллер перекатывает ее на спину и проводит СЛР. Но без нужного оборудования вероятность заставить сердце Морено биться снова почти нулевая. Никто не приходит. Она не добросила рацию. Руки она пускает только через добрых 15 минут. Вскоре Уиллер сидит в проходе на предпоследней ступеньке, прислонившись спиной к стене. И прежде чем выйти из области действия 94-29, думает, что же, мать твою, можно записать для себя? Что это за тварь? Морена о ней всего-навсего подумала, и та ее убила. А Элли была ничем не хуже нас. Это был потолок ее способностей, и их все равно не хватило. Как можно выйти против антимиметического монстра, который ест только лучших антимиметологов? Можно... Можно попробовать создать какой-то контр-мем, но на время работы нужно изолироваться. Нужна самодостаточная герметичная лаборатория размером с целый город под куполом. Такие сооружал Барт Хьюз. Такая... Закопана под зоной 41. Господи! Сколько же времени мы воюем с этой тварью? В стороне раздается шуршание. Далеко вверх по лестнице стоит тот самый всадник, о котором говорила Морена. Тощий юнец со злобным оскалом и, да, двумя кровоточащими ранами от пуль. Его кроссовки пропитались кровью. Мэрион Уиллер, я с тобой еще не рассчитался за озеро. Уиллер не знает, о каком озере речь, но не открывает рта. Всадник вытягивает руку, из-за угла выплескивается каскад синих, коричневых и черных пауков. Крупных и мелких доходит всаднику до коленей, перехлестывается через его плечи, рвется Куиллер. Они издают странный, органичный шорох, как мокрые листья. Наверное, их там миллионы. Мэрион поднимается на ноги. Наверное, от пауков было бы больше толку, если бы она их хоть каплю боялась. Дело хуже некуда. Она только что получила уйму сведений об этой сущности, что это не первая их встреча, что сущность имеет на нее зуб, что она озвучивает свои мысли через гуманоида. И что с воображением, у нее туго. Но каскад паукообразных захлестнет ее уже через секунду. Нет времени написать хотя бы слово, а значит, Морена погибла зря. Она делает шаг назад и пересекает черту. Дождь наконец-то прекращается. Уиллер закуривает сигарету и направляется в сторону главного здания. Пора проводить плановый осмотр SCP-3125.